уникальный сад находится на красном хуторе как раз напротив ботанического сада вот он где-то вот там вот за этими деревьями и здесь хозяин данного сада это константинович железо валерий константинович доброго дня здрасте друг друга взаимно снимаем сразу чтобы поняли я вынужден уничтожить это дерево вот это дерево да почему загущает соседи она перспективе должно быть высотой 15 метров пришлось с ним расстаться это очень пришлось с ним расстаться еще есть саду у вас вот пойдем я понимаю уже пойдет уже основные вкусняшки ушли летом персики абрикосы не дожили сентября но вот что-то тут осталось остатки яблочек просто красуются так ну-ка это я не взял но чтобы разрезать вы можете поднять это яблочки попробовать она относится к высшей лиге у меня своя высшая лига среди плодовых растений медовая медовая отлично и чё его пробовать да мне всегда люблю снимать извините физиономии людей которые едят мои фрукты начинаем провода это не поздний ранний сорт осенний осенний ну ребят для осени это это даже шикарно ну самые сладкие считаются летние но осенью тоже хороши прям при приятно идет и пробуем и и и складываем тебе лукошко так пока мы там на устах вообще прям к нам внизу яблочко то есть так это уже остатки яблок да да это дать к это ж к лавины знаете какие у них урожай давайте сделаем так я все чуть тряхну вот а вы пробуйте следующее или складывайте в лукошко потом да давайте а то я бы дегустируем так это что за сорт можно сразу это баргузин балловидная яблони сорт баргузин знаменитый один из лучших считается природе природе вообще в россии или или у нас а у меня только мировые стандарты крайне в случае российский я то есть российские если они на уровне мировых стандартов на меньше не рассчитываю мне это так ребят ну вы запомнили где самые самые вкусные яблоки это красный кутер район есть все лучше потому что калновидки по сибири не пошли кроме меня но здесь свои секреты вот она еще один баргузин еще один баргузин отлично я сюда вся вот один из супер сортов он отечественный но во всем мире ничего лучше не найдете вот это сюрприз для многих будет это сибирь это не укрывная форма угадайте что это такое так кто бы мог догадаться берите берите ешьте прямо хоть один да только вы маленький выбрали выбрали давайте я маленький самый крайний пожалуйста съешьте так сейчас я вот покажу значит для наших зрителей чтобы могли догадаться что это такое это слива персиковая мичурина для много гип-гип ура ребята это просто надо назвать мидор потому что вкус после укусом чесненьки побежали так погодите это красная слива как правильно ну из породы ленклодов вот но она не зря называется персиковая где-то ген персиков не есть вот но пока привита с косточки уже не понятно что получится знаете вот лукошка давайте а косточки складывайте себе это им цены нет даже косточкам для подвода нет а для чего у меня с несколько поколений растений когда я сращивал подвои с приборами перенося внимание это мировое открытие с первого поколения 2 2 на 3 3 на 4 при том подвои все один из одного дерева из поколения поколения вот происходит сращивание подвоя с приборами на генетическом уровне то есть биологическая миссия полная и тогда они из косточек выращены уже не дичают хотя наука считает что это невозможно но тут скромное открытие у нас все возможно под названием настроение ментора ну кто надо кому надо тот это знает ну какой-то брезгливо отворачивается но я же вас угощают они пустые что ли какая у дерева получается вот я поднимаю это молодое дерево молодой да ему 6 лет приросты большие смотрите у него просто от полутора до двух метров вот видите там боковые скелетные ветки это не значит что вот оттуда пошел побег вот отсюда пошел побег смотрите где моя рука это два метра видите вот поэтому поэтому дерево молодое я уже два года использую как маточник то есть я срезаю с него ветки и вот эти ветки будут срезаны и проданы хотя на данный момент у меня единственное дерево я рискую страшно у меня просто садить негде вот шушенский район все время послал на далеко когда землю просили а вот она зарастает соснами через то есть вот теперь значит я вас хочу еще вы для меня почетный гость еще крупнее найти сами понимаете а вот ну ладно крупнее не крупнее натища вот такой размер да отлично идем дальше идем записи осталось еще пять минут обижаете а его потом я это делаю фильмы всегда в любой это копию вышлю так прививка это одно из лучших слив под названием венгерка богатырская привез украины а в данном случае у меня вон они обычно слива на сливе прививки а здесь до скорости я привел на абрикосе результат сразу смотрите видите дайте я вам сейчас сниму самый крон как я люблю хвастаться ну давайте это ладно вот опа смотри сюда я никогда не обижаю муравьев она перезрела видите вот теперь это извините не наше все я с этим как называется с уважением и с извинением положил пусть сидят дальше у меня на этот счет строго вот это не моё это уже не моё муравьиное во время не снял не моё а я никогда не снимаю почему плодушки портятся когда отрываешь но ради вас ради фильма вот она твердовато а вот это вот это я только-только начинает кушать знаете вот она вот такой размер а теперь положите в рот этом это прям час это вкус моего детства это украина это венгерка настоящее пробуйте венгерка это особый вкус он не похож на это на персиковая мичурина не на вкус не похож и причем он не переспевший сам это он он еще и наверно долго хранится сколько у него а надо вовремя снимать вот именно что венгерки они транспортабельны их можно хранить если вовремя снять но к сожалению не доспевшими а доспевшая она имеет уже достаточно сахара легкая кислинка а если переспевшие вот которые едят вот так который я это отдал муравьям обратно переспевшие там же кислоты нет все сама куза для муравьев для нас муравьев пока муравьи пойдемте еще пока похвастаюсь чем-нибудь вы же знаете как бывает вот я для вас вчера такой стол накрыл а вы не приехали а я взял все это увез город да было дело так внимание внимание кстати видите что будет половина этого будет выпилена в течение двух лет давят друг на друга мешает друг другу обидно страшно я расширялся 2 миллиона я отдал за то чтобы до полу гектара увеличить вот эту площадь никому на хрен не надо извините я даже не скрываю вот это вот эмоции до расширялся как будто мне эти 2 миллиона были лишние вы знаете что такое 40 лет ни одного этого самого курорта вот экономия на всем гиганты какие-то вот это висит до упора когда она упадет я сфотографирую но в этом году они мелкие прошлом году было трясти не будем данную эту руку поставлю чтобы поднять я вам сейчас другую отдам я я просто хочу чтобы на камере вот это ваше ухо это получается где-то сантиметров больше чем 11 до 1 в данном случае где-то под 400 грамм а потом она хороший год 500 600 это особый случай это мне повезло невероятно это вам она упала поэтому это кстати она абсолютно спелая можете попробовать вы будете в шоке я пока в коробочку а я бы на ваше лицо посмотрел одна из самых сладких называется гигант подмосковье гигант подмосковье особая судьба и живет он на красном кутере в сушенском районе ну пока он есть двух-трех садах от меня пошло так розмарин считается народный сорт но это неправда скорее всего все-таки у него было как бы назвать то происхождение все-таки импортные остались только мелкие вы знаете как получается вот потом попробуйте ребят если хотите попробовать это надо приезжать когда конец августа или начало сентября вот сейчас то есть это вот вот что никакое ну вторая декада сентября вот это осенний сорт это осенний сорт они собраны это я так понимаю остатки у меня что получилось я вынужден все время ахать охать и вздохать то есть это значит что прошлом году дичайшая затуха невероятная за 40 лет это было это да и в этом году еще не не этот год нормальный по воде по крайней мере не видно вот вода водохранилище в сушенском что набралось а в красноярском очень мало воды ну там свои проблемы у нас в этом году нормально но а окнется прошлый год поэтому вот это все мелкое а мне обидно что это люди не знаю что что вот это вот держите что они должны быть два раза крупнее значит когда я провожу такие вещи никогда не скрываю делал обрезку брал черенки продавал результат смотрите вот но это результат обрезки а в тех садах как ты когда не режешь все нормально когда не режешь видите вот но в этом году примерно 60 70 этих самых веточек вот этих мощная красавца полноценно ставить какие ветки это будет все продано по 200 рублей . на счету надо жить и вы знаете олег когда я с вас 3 брал там сидя ну вот меня тоже интересно как вы выживаете вы можете больше зарабатывать все разговоры давайте здесь мы делаем супер вопрос не не получать либо удовольствие либо погибнуть на кошение денег ну вот я предлагаю создать супер 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 сад супер ботанический сад лучший в россии и в европе вот и деньги сами приедут сюда мне кажется здесь про деньги не надо думать а думать о том что мы хотим и когда мы делаем то что хотим деньги сами приходят вот эти вот хорошо то что ты умеешь делать так это у нас это першики при это посаженные были это першики посаженные были весной интересны самое главное что они абсолютно здорово и кучерявость курчавость сколько лет сейчас персиком пять месяцев пять месяцев ну считайте с апреля сколько прошло так и плоды никогда появятся на третий год фильм снятый был вчера у чернобаева он мой как бы сказать сообщник так можно выразиться и все мои сорта персика перешли к нему вот и мы ходили я вот привиты на второй год вот они плоды вот они привиты на третий год вот они плоды вот а у меня уже все ни одного плодика вчера еще были но я думал что вы больше не приедете так теперь как я мог не приехать ну понятно вот видите половина этого будет вот уже начал процесс половина этого будет выпили на это вот выпилил так что бензопила не было чтобы полностью выпилить и вот эта половина будет выпили на я садил густо по принципу я сейчас могу они меня кормят посреди сколько этих прирост и сколько веток я смогу продать и абрикосовая и яблоневая но горечь заключается в том что когда вы ко мне следующей весной сюда попадете половины не будет будет вот это вот это горькая правда страшная правда у меня деревья не гибнут у меня деревья гибнут только из-за бензопилы и то что в стране для уникального сада нет места я и к этому участку сошников это тоже присматривался а толку антоновку угощайтесь дело в том что антоновка немножко подвержена парше смотрите антоновка да вот видите это когда для нас это очень для нее это очень дождливый год вот эти вот это прошла а вот это ее клюют когда она поспевает вы поверите смотрите сюда это не болезнь многие принимают это за болезнь вот это так это клюют птицы я то знаю вот смотрите солнечная сторона чуть вот уже чувствуете что сахар там есть все им надо глюкоза давайте так вот такой возьмете на пробу конечно вот так этого не обижайте всех люблю так держите вот лично туда же в катонку аромат она аромат не знаете что это яблоко это антоновка антоновка испорченные смотрите на загар ее этого не должно быть дело в том что это влияние по двое то что наука отрицает а теперь смотрите чистая тоже к без загара знаете почему а здесь и у нее солнце меньше уже загара нет лично так но это дерево я смотрю маленькая она сколько тут метр семьдесят а это да это особый случай потому что я их прививаю на корневой отводки и они дадут приросты дает но умеренные видите то есть она там я вам показывал полутора метровый вон отсюда видно полутора метровые приросты так на этой на розмарин а почему там полутора метровая вот потому что корневой отводок а они друг другу как сказать они получаются дают разные результаты у них очень мало корней отсюда и как сказывается на росте много много потом она окончательно когда корневой отводок сформирует как корневую систему приросты будут уже по метру а потом и по полутора но все-таки предел для нее вот такая вот деревья вот тут абрикосы а уже больше не растут а абрикосы покажу что такое с косточки сихотолийские с косточки купил участок прикупил пятнадцатом году а вот там самые высокие смотрите сюда вот у меня уже кое-кто из своих требует чтоб я спилил половину на место нет а как папа поднимешь руку на эту красоту за 8 лет поднялись больше 10 метров видели так теперь смотрите у меня заканчивается все последняя минута пошла это будет фильм за номером 2 3 снимем на том участке у нас все и продолжение будет отлично ставим на паузу да да все